Сначала яйца, теперь рис. Яиц нет, все полки пустые. Здесь тоже. В марте 2022 года из-за внезапной вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на двух крупных птицефабриках острова Хоккайдо было утилизировано свыше 500 тысяч кур и несколько сотен птиц эму. Яйца с прилавок сразу исчезли, цены поднялись до небес, а в яичных отделах всех хоккайских супермаркетов появились объявления с надписями не более одной пачки в руки. Поэтому, чтобы пожарить яишенку на завтрак, нужно было в прямом смысле слова выходить на охоту, на яичную охоту. Потому что, чтобы купить десяток яиц по более-менее приемлемой цене, нужно было встать рано утром, сходить к открытию в магазин и получить заветную пачечку в руки. И меня на тот момент удивило то, что когда яиц не было в продаже и когда их маленькими партиями выбрасывали на прилавок, среди японцев не было абсолютно никакого ажиотажа. Не было никакой толкучки, никакой давки, никаких пиханий, толканий, никто не выдавливал друг другу глаза. Те знали, что яйца выбрасывают в определенные дни, в определенное время, приходили, выстраивались в очередь, каждый подходил, брал по одной упаковке в руки, как и было написано, и шли делать свои дальнейшие покупки. Если кто-то был из многодетных семей, они, как правило, приходили по два, по три человека и также брали по одной упаковке в руки и шли оплачивать на кассу. Никто не толкался, не пихался, не летело никаких оскорблений в адрес другого человека, что кто-то купил больше, кто-то купил меньше. Все было настолько спокойно, тихо, цивилизованно и круто, что за этим было просто приятно наблюдать со стороны. Цены на яйца. В конце августа 2022 года кризис стал немного спадать, яйца появились на прилавках, а к весне 2023 года полностью стали доступны в свободной продаже без ограничений, но цены так и остались завышенными. И лишь в летний сезон этого 2024 года за все это время я увидела реально дешевые яйца на частном фруктово-овощном рынке, что для меня стало, конечно же, большим удивлением. Но, как гласит поговорка, берегись бед, пока их нет, а пришли не отвертишься. В начале сентября этого года во всех японских супермаркетах с прилавков внезапно исчез один из самых основных продуктов потребления – рис. И появились уже привычные всем объявления с надписями не менее одной пачки в руки. Только в отличие от случая с яйцами, объявления хоть и весели, но и яйца рано утром продавались. А тут объявления есть, а риса в продаже нет. От слова совсем. Ни утром, ни в обед, ни вечером. Что же случилось? Повыставляли лапшу, то есть лапшу и полуфабрикаты. В мае этого года в японских новостях уже гуляли тихие предположения экспертов о столкновении с кризисом дефицита риса в стране. И в конце этого лета он действительно наступил. За период с 1999 года запасы риса в стране достигли самых минимальных показателей, в то время как спрос на него значительно вырос. Одной из главных причин является аномальная жара, которая за последние два года вызвала критическое снижение качества урожая. Плюс все усугубилось наплывом туристов, так как в 2023 году страна сняла ковидные ограничения и полностью открылась для внешнего мира. А также рядом произошедших землетрясений и тайфунов в некоторых префектурах. В связи с этим розничная продажа риса в стране увеличилась в полтора раза по сравнению с обычными показателями. Но несмотря на то, что рис и исчез с полок супермаркетов и частных рынков, рестораны и розничные сети мини-маркетов комбини типа 7-11, Seiko Marta, Lawsona и Family Marta продолжают спокойно продавать готовую рисовую продукцию. Полки с рисовыми колобками о нигири, нори-маки и различными о бенту остаются переполненными. Сейчас местные власти призывают население не паниковать и успокаивают тем, что поставки риса возобновятся уже в октябре месяце этого года. Нужно лишь подождать нового сбора урожая. Но японцы все равно продолжают переживать о том, что если такая ситуация уже произошла в этом году, то может повториться и в следующем, ведь основной причиной дефицита является не только неурожайность, но и также многолетняя аграрная политика, которая ограничивает производство риса, чтобы поддерживать высокие цены и тем самым защищать местных фермеров. Это и привело к тому, что даже небольшие колебания спроса вызвали нехватку продукции. На данный момент японские аналитики сходятся в одном мнении, что нынешняя система регулирования устарела. Ей уже больше полувека и она давно требует пересмотра, особенно в условиях глобального потепления и мировой нестабильности. Эксперты призывают власти увеличить объемы производства риса с целью последующего экспорта, что позволит стране выйти на мировой рынок и стать крупным экспортером. В сельскохозяйственных кругах также ведется активная дискуссия по поводу того, что несмотря на то, что хоть японские фермеры и жалуются на то, что им сложно конкурировать на международном уровне с производителями из других стран из-за слишком низких цен на продукцию, но они все равно смогут компенсировать это за счет увеличения объема в продаж. Произойдут ли такие изменения или нет, время покажет. А пока идут сельскохозяйственные дебаты, нам остается следить за ситуацией и понемногу пополнять запасы домашних ресурсов, потому что какие прилетят вести с рисовых полей, пока неизвестно. То есть вот все полки пустые, есть только готовый рис, который можно разогревать в микроволновке. И вот оставшиеся три пачки. Но я, наверное, возьму вот эту вот. Я возьму 5 килограмм на всякий случай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова